Воронежские фотографы участвуют в необычном конкурсе. Он называется «Портрет эмоций» и проходит в три этапа. Первый – это номинация «Калаш эмоций» организовали в формате красочного шоу. Отсмотрев работу больше 400 претендентов, профессиональная жюри для участия в номинации «Калаш эмоций» выбрала всего 10 воронежцев. Это возможность выразить себя, сказать то, что у тебя внутри, как-то иначе, показать людям, что для тебя на самом деле важно. Рассказать какую-то историю. Конкурсантам поставили сложные задачи. 20 минут на съемку незнакомой модели, 10 на обработку фото и только один снимок можно выбрать для жюри. Нужно за короткое время просто определить, как свет падает, как модель поставить. Когда с незнакомым человеком общаешься, то это гораздо сложнее, чем когда в студии вдвоем находишься, плюс много отвлекающих факторов. Участники делали репортажные съемки спортивных поединков и выступления артистов, а зрители могли видеть происходящее на больших экранах. Общественная организация «Наше общее дело» провела в Воронеже уже несколько фотоконкурсов, но в форме красочного шоу впервые. Как подчеркивают ее представители, главная задача – увлечь искусством светописи как можно больше парней и девушек. Мы хотим показать, что искусство фотографии, оно также велико интересно, как творчество, пение, танце, потому что, чтобы как можно больше людей смотрели на мир через призму фотоаппарата, а он иногда видит то, что мы глазами не замечаем. Победители первого этапа будут определены открытым голосованием в интернете. Их имена объявят в середине мая. Прием работ в категории «Портрет и улица. Случайный кадр» продолжается. Мария Искорикова, Александр Федоров, Новости 24.